Здравствуйте, меня зовут Павел Куханов. В руках я держу гармонь под названием Ивушка. Это Гайнинская гармонная фабрика. К сожалению, сейчас этой фабрики не существует. Это инструмент старенький, но достаточно хорошо сохранился. И настроен в тональность Ля Мажор. Это вообще базовая тональность для Шуйской фабрики. То есть, если вы пойдете в магазин и там решите выбрать гармонь и купить чайку, например, или шуйскую, скорее всего, это будут Ля Мажорные гармошки. Если вы захотите тульский инструмент, например, 301 или Куликово поле, то в Ля Мажоре это нужно именно заказывать, делать на заказ эти инструменты. Причем тут Ля Мажор вообще? Гармошка, она должна играть какие-то мажоры, миноры. Дело в том, что Ля Мажор, это значит тональность Ля Мажор. Когда я нажимаю здесь вот эту третью кнопочку, эта кнопочка будет Ля. Объяснять, почему Ля, а не До, почему вообще, зачем тональности нужны, долго я не буду. Потому что это определенный курс музыкальной грамоты. Не всем он нужен, по крайней мере, сейчас, я думаю, вы не собираетесь сейчас времени тратить, а то и больше, чтобы все это узнать. Самое главное, почему вы включили это видео, это понять. Вот есть гармошка Ля Мажор, как она звучит, и самое главное, удобно ли будет под нее вам петь песни. Скажу, что Ля Мажор, это вообще тональность специфическая, и больше, конечно, подходит либо для женщин, либо для казачьих песен. То есть мужчина может петь под эту тональность, но тут список песен будет достаточно специфический, но либо у вас оригинальный голос, высокий, то есть. Либо, наоборот, низкий у вас бас, и вам в Ля Мажоре нормально будет петь. Продемонстрирую несколько песен, и популярные, советские, и народные, и казачьи. Начну как раз с казачьих. Дальше песни тоже казачьи, не для меня. Дальше песни тоже казачьи, не для меня. Замечу, что именно для мужчин это в большинстве случаев пограничная тональность, и тут есть два варианта, как под нее петь. То есть, либо очень низко, либо очень высоко. Например, вот эта песня, не для меня, в низком варианте, вот я ее попробую спеть. Не для меня придет... Низко я давлюсь. Придет весна... А если высоко, то у меня сразу появятся такие тенорочные мотивы. Не для меня святой святый... Но кому-то, в принципе, у кого голос высокий, вполне может эта тональность и подойти, как раз, допустим, для казачьих песен. Дальше продолжим такую народно-казачью песню «Ой, прилужку, прилужке». Гуляй, 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 Вот мне внизу, конечно, очень тяжело петь на этой тональности. То есть, у меня голос баритон, средний, как раз для меня больше подходит тональность рея, ми, фа, например, максимум. Но не будем, как говорится, об индивидуальном, а будем именно о вас. Дальше предлагаю спеть песню какую-нибудь советскую, например, «Малинку». «Малинку» «Подмосковные вечера». «Малинку» 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 Виновата ли я? Ой, цветет калина. Смуглянка. Ну и в заключении соиграю вам одну из моих любимых песен из репертуара ансамбль Песниры Вологды. КОНЕЦ Еще раз повторюсь, что тональность ля мажор, она характерна для гармоник фабрики Шуйская гармоника. То есть это Чайка, Шуйская и иногда Бароня. Бароня также делается в тональности Си бемоль или по-другому ля диез. То есть это тот же ля мажор, просто капельку на полдоли повыше. Но в принципе суть не меняется. Это примерно все одно и то же. Тем более в интернете вы можете поискать мой обзор тональности ля диез или он же Си бемоль. И как раз попробуйте, поверьте, как вам будет подходить. Если подходит, хорошо. Если нет, то вам нужно рассматривать тональность повыше. Если бюджетные варианты, это как раз будет до или до диез. То есть фабрика Тульской гармонии гармошки 301 или куликового поля. Если другие тональности, например, Ре, Ре, Ди, Сми, то эти инструменты либо нужно искать бушные, либо заказывать, либо на Шуйской, либо на Тульской фабрике. То есть, еще раз напоминаю, есть, скажем так, 4 базовые тональности. Две это ля и ля диез на Шуйской фабрике и две до и до диез на Тульской фабрике. Остальные тональности изготавливаются и там, и там исключительно на заказ. Всего хорошего!